Приветствую вас. Вопрос, который вы задаете, является тем вопросом, на который можно ответить однозначно. Ответить, так сказать, закончено, так сказать, сразу, целиком. Тем более, что самого вопроса как такового вы не задаете, а запрос здесь очень важен. То есть, очень важно, чтобы вы сами спросили что-то. Тем не менее, вы пишите. Не могу определить, что я действительно хочу. Не могу определить, что хорошо, а то плохо. Ну вот, смотрите. Почему возникает такая проблема? Вы не можете понять, чего действительно вы хотите. Как получается такая проблема? Как она образовывается? Как формируется? Во-первых, сказать нужно пару слов о том, что корень проблемы или начальная точка всегда лежит в детстве. В детстве, когда вы и ваши родители находились в таких отношениях, которые не могли дать вам ощущения того, что вы любимы. Что вы, даже не так, не что вы любимы, что вы ценны, что вы уникальны, что вы целостны и индивидуальны. Вот родители ваши по какой-то причине этого дать вам не смогли. И скорее всего, скорее всего, ваши же родители, естественно, сами того не желают. Давайте мы будем называть вещи все-таки своими именами. А сами того не желая, ваши родители простимулировали, промотивировали вас на то, чтобы вы сравнивали себя с другими. Наверное, они говорили что-то подобное в детстве, что вот вы должны там обращать внимание на других. Вот смотри, как делает тот, смотри, как делает тот, или делай так, чтобы быть тем-то и так далее. И это, естественно, вызывало у вас ощущение, и надо сказать, ощущение вполне закономерное, что вам надо действовать так, как другие, так, как все, так, как кто-то. И тогда у вас все будет хорошо. И, наверное, наверное, скорее всего, какое-то время вам это помогало. То есть какое-то время вас устраивала такая позиция, что, ну, действительно, надо и можно обращать внимание на кого-то, и все будет хорошо. Но что время, и замещение потребностей, и замещением взглядов, которые у вас происходило, может быть, в детстве, перестало справляться с вашими собственными вопросами, с вашими собственными желаниями, с вашими собственными ценностями, и вступило с ними в противоречие. И теперь это противоречие не дает вам покору. Как и так думаете вы? Вот кто-то считает, что так правильно, так нужно, так верно, так следует делать, а вы все это не согласны. И вы чувствуете себя какой-то не такой, да, вы чувствуете себя как какой-то другой, не такой, как все и так далее. И вы действительно запутались сейчас. Потому что если вы живете через сравнение и через ориентацию на других, ничего удивительного в том, что вам все оказались в такой ситуации, как сейчас нет. Ставьте вас совершенно нормально. Как из нее выходить? Ну, во-первых, первое, что нужно сделать, это не бояться быть в одиночестве, не бояться быть в уединении. Напротив, использовать уединение для своих целей. Одиночество это не страх, не что-то страшное. Одиночество это полезная вещь, если вы умеете это контролировать. Я думаю, что если вы даете себе такую характеристику, как красивая, молодая и добрая, чтобы вы сами о себе написали, я думаю, что проблем с тем, чтобы не быть в одиночестве, у вас нет. Если так, то уединение вам необходимо. Первая главная установка – это быть в уединении, не бояться быть в уединении. Для чего уединение нам нужно? А уединение нам нужно для того, чтобы мы хорошо, четко, правильно понимали, кто же мы такие, и куда мы идем, и каковы наши ценности. Только в уединении мы не играем рост какой-то для кого-то. Только в уединении мы являемся сами собой. До конца. Понятно, что общение с людьми другими нас оформляет. Понятно, что общение с другими людьми нам нужно. Конечно, понятно, что без общения никуда, но только общаться с людьми. Постоянно общаться с людьми. Это так же плохо, как и постоянно быть в одиночестве. Поэтому нормально, когда вы проводите какое-то время уединений и какое-то время с людьми. Дальше следует сказать так, что будучи уединенными, вам необходимо сформировать такую область внутри себя, то это, грубо говоря, в своем сознании, такую область внутри сознания, куда не было бы доступа никому, кроме вас. И равным образом необходимо сформировать такую область уже в физическом мире, куда также не было бы доступа никому, кроме вас. Это может быть комната, это может быть уголок, это может быть что-то еще, это может быть какое-то место, где вас никто не найдет. Ну, в общем, что-то такое нужно сделать. Для чего? С того, чтобы вы в этом месте могли побыть над ней с собой, и проанализировать спокойно все то, что с вами происходит. И проанализировав все то, что с вами происходит, сделать личностный выбор. Именно личностный выбор дает возможность человеку быть индивидуальностью, быть личностью. И вы этот выбор сделать не можете, потому что не понимаете, что вам ближе. А не понимаете, что вам ближе вы потому, что у вас нет возможности для этого. Либо вы чего-то боитесь. Либо вы чего-то боитесь. Например, боитесь одиночества, например, боитесь осуждения, ну, может быть, чего-то еще, чего-то еще боитесь. Если действительно страхи какие-то есть, с ними нужно работать. Вот. Далее. Далее, надо сказать так. Что хорошо то, что не вредит других и не вредит вам. То есть, абсолютно любое поведение нормальное, если оно не вредит кому-либо и не вредит вам. Люди, окружающие общество, скорее всего, с этим не согласны. Скорее всего, люди будут целенаправленно принадлежать вас в какой-то модели поведения, которая удобна только им, которая интересна только им, которая соответствует только их взглядам, точнее, на то, как, ну, должны обстоять дела. Это необходимо так же понимать. У этого явления есть свои объяснения. Я не буду сейчас об этом говорить, потому что, ну, и так получает довольно большой аудио ответ. Вот. Не буду пока об этом говорить. Суть в том, что такие моменты есть. И надо понимать, что люди, которые действуют вот подобным образом, они, ну, дают оценку вам. Некоторую оценку вам и вашим действиям, вашим поступкам. Оценивать вас они не могут, потому что вы перед ними представляетесь как одно, максимум два, я. А в человеке, этих я, бесчисленное множество. И поэтому никто в целом мире, ни один из людей, кто бы и что бы вам ни говорил, оценивать вас не может. А если оценивать, значит, у него есть для этого мотивация. Необходимость оценивать вас. Необходимость это делать. И уже другой вопрос, для чего. Конечно, это понимаете. И понимаете эгоистичную природу подобного поведения. И если говорить о стиле, то это то, что нравится только вам. И другой вопрос, что не дойдет вам действовать, как вам нравится. Это уже куда более важный вопрос. Я уверен, вы знаете, что вам нравится. Я уверен, в глубине души вы знаете, чего вы хотите. Я уверен, в глубине души вы имеете четкое представление, что хорошо, а что плохо. Я уверен, все это есть. Но какие-то внутренние барьеры не дают вам возможности это продвигать. И весь вопрос в том, какие это барьеры. И вот с этими барьерами вам и нужно разбираться. Эти барьеры вам и нужно убирать. И делать это можно только в процессе консультации, в процессе работы с психологом. Потому что сами барьеры вы можете даже не осознавать. Но это уже вопрос немного другого плана. А здесь вы говорите про собственный стиль. И если мы говорим о стиле, то давайте сначала определимся, с кем все вы вкладываете в понятие стиля. Потом мы спросим, что вы считаете идеалом стиля. И далее вы найдете наиболее приближенный к вам идеал такого стиля и будете равняться на него. Но при этом равняться не слепо, как вы, вероятно, это делали до сих пор. Если мы говорим равняться на какой-то идеал, то есть опираться на него. Идеалы ведь они нужны. Идеалы необходимы. Это ориентиры, маячки для людей. Это хорошо, что есть идеалы. Но плохо, когда за идеалами идут слепо. Так им слепо идти не нужно. Анализируйте постоянно свой идеал. Старайтесь сделать так, чтобы постоянно отдавать себе отсчет, что именно в этом идеале вы принимаете на себя, на свой счет. А что нет? И почему? И если что-то вам не нравится, не бойтесь это отталкивать. Потому что если вам что-то не нравится, но вы это принимаете, вы теряете себя. А этого делать категорически нельзя. Вот это потеря себя является по-настоящему плохим действием в кондекции вашего вопроса, что является хорошо, а что плохо. На этом, я думаю, можно закончить. Никакого аудио ответа не хватит на то, чтобы дать вам полный ответ, потому что для каждого он свой и необходимо с вами разговаривать, чтобы разобраться в какую именно сторону идти. Поэтому, я надеюсь, что помог вам, если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личику, помогу. Если понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго, удачи и принятия верного решения.